Всем привет! Я Максим Полёдов и это новости от Всё42. Сегодня я расскажу вам, что интересного произошло в Кузбассе, России и мире за последнее время. Тут в сети запустили новый флешмоб. Микроблогерам предлагают фотографироваться без рук. Смысл очень прост. Нужно подбросить воздух в смартфон на автотаймере, чтобы тот фотографировал твоё отражение. Наверняка людям, у которых в принципе нет рук, такой флешмоб покажется крайне простым, но не делайте поспешных выводов. Во время щелчка камеры нужно хлопнуть в ладоши над головой. Короче, чем бы дитя не тешилась, только бы не руками. На самом деле, задача выглядит невыполнимой и наверняка угробила больше смартфонов, чем все опасные флешмобы вместе взятые. Ну, вы помните, когда нужно было держать смартфон двумя пальцами над какой-то высотой, чтобы тот не упал, и вот это всё. А придумал этот трюк обычный американский студент. 9 октября он опубликовал снимок в своём твиттере с подписью. Сегодня самый главный день моей жизни. Я успешно сфотографировал сам себя, в то же время давая себе пять. И понеслась. За пару дней твит набрал около 200 тысяч ретвитов, а сам автор флешмоба написал следующий дисклеймер. Если что-то случится с вашим смартфоном, я не виноват. И правильно сделал, потому что любят эти европейцы что-нибудь натворить, а потом ещё из-за этого и судиться. Ну а суд отклонил иск Децла к Басте по поводу того, что тот назвал первого лохматым чмом в своём твиттере. Потому что, во-первых, не лохматым, а дредастом. А во-вторых, Децл просто обратился не туда, потому что нужно было подавать заявление в суд по месту жительства ответчика, то есть в Ростов-на-Дону. Кстати, минутка рекламы. У нас есть отличное интервью с Кириллом Толманским. Можете посмотреть его у нас на канале. Ссылку прикрепим в описании. Вообще история противостояния Децла и Басте началась уже очень давно, ещё с тех самых пор, когда второй проводил тех на вечеринке Гасгольдера на каком-то заброшенном складе недалеко от квартиры Кирилла Толманского. Ещё тогда он предупреждал Васю Вукуленко, что привлёчёт его к ответственности за всю эту движуху. И привлёк. Правда, немного не за то. Кирилл Толманский подал на меня в суд. Подал на меня в суд за то, что я сказал фразу, написал, вернее, в Твиттере «Децл лохматый очмо». Но, к слову говоря, высказывание Басте про лохматый очмо как раз-таки имело прямое отношение к критике Децлом Гасгольдеровских вечеринок. Ну а ущерб своей репутации Толманский оценил в 1 миллион рублей, хотя был готов отозвать иск, если Басте просто извиниться. На самом деле, вот рэперы пошли. Вместо того, чтобы выйти и разобраться на своём районе, они бивятся в Твиттере. Могли бы хотя бы на «Версус» выйти или в стритбол сыграть, ведь у них сложные отношения, которые доказывают, что от фита до ненависти — один шаг. Ну а Харрисон Форд тоже уже не тот. Во время съёмок в «Последних Звёздных войнах» он сломал ногу и подал иск на кинокомпанию. Британский суд оценил повреждённую конечность голливудской звезды в 2 миллиона. То есть его можно было назвать лохматым чмом, но два раза. На самом деле, Харрисон Форд всё правильно сделал, потому что на съёмочной площадке была нарушена техника безопасности. На него упала гидравлическая дверь тысячелетнего сокола, которая и сломала ему ногу. Понятное дело, что Хан Соло так бы не поступил, но Форд не Соло, а соль не сахар, поэтому вот так вот. Причём нога была сломана ещё два года назад, но иск удовлетворили только сейчас. Получились вполне себе неплохие инвестиции в будущее, которые явно больше, чем проценты в банке. На высочайшей горе Британии обнаружили фало-имитатор. Оно-то, в принципе, и понятно. Подъём тяжёлый и долгий, а стресс как-то снимать нужно. Единственное, что непонятно, это как путешественники умудрились потом его забыть. Хотя, возможно, они его не оставили, а забыли целенаправленно. Ну, знаете, когда американцы впервые высадились на Луну, они сразу же воткнули свой флаг. Так и здесь. Туристы покорили гору и воткнули в землю вибратор, чтобы показать, типа, мы тут были. На самом деле волонтёры тоже удивлены такой находке, потому что видят подобное впервые. И правда, ведь это последняя вещь, которую нужно брать на высоту 1344 метра над уровнем моря. Но кто-то, видимо, считает совсем иначе. Ну, а если вы и сами стали свидетелем какого-то интересного или необычного события, можете рассказать об этом нам любым удобным способом, который видите сейчас на своём экране. Ну, а у меня на этом всё. Я прощаюсь с вами до следующей недели. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok